Так по тебе видно, что у тебя легкость появилась. Да, скажи, скажи. Процесс высвобождения, да, стресса, снятие напряжения происходит. Высвобождается внутренняя энергия, которая сидела в каком-то кокре. Слушай, ты мне можешь сказать, когда у тебя последний раз такое было в жизни? Когда? Ну там, два дня назад, три дня. После массажа, после пробежки, после там чего-то, ванной. Слушай, очень скромно вспомнить. Нет, нет, у меня очень напряженная сейчас деятельность, поэтому как раз вот эта зажатость, она присутствовала все время. Ну, может быть, на отдыхе где-то, может быть, летом. Супер, именно, когда ты отдыхала. Да, именно когда отдыхала. Ты ездила куда-то. Ездила. Ну, это какая экономия, какая экономия. Теперь ты можешь это делать за пять минут дома. И ехать никуда не надо. Да, и причем не надо даже на диван садиться, ты даже можешь на одной ноге это делать. Ну, это потрясающе. А то некоторые говорят, там, мы в удобных условиях, чтобы тишина была, чтобы музыка была. Ну да, вестанцы. А я это там получаю, он говорит. А теперь ты можешь получать и без музыки, и без удобных условий. Поэтому мы офицеры готовы. На войну когда-то, журналисты войну, чтобы они там были более здоровыми, потом возвращались с целой головой. И вот они там этим пользуются. А там же нет времени, дивана нету там, чтобы все расслабиться. Поэтому это нужно каждому. А еще, знаете, удивительное ощущение? Из-за того, что ты выпускаешь энергию, которая была зажата, ощущение целостности появляется. Вот, 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 вот. Ты целостный, то есть ты говоришь «Я». Что такое «Я»? «Я» — это идентификация твоей личности. И в этот момент, когда у тебя уходит стресс, когда у тебя раскрываются твои поры. Интересно, когда философ говорит, ты доктор наук. Да. Профессор. Да. Молодец, она говорит. Я вам просто свои ощущения описываю. Это ощущение после нескольких минут вот этих упражнений, которые совершенно естественно, да, возвращают тебя самому себе. Самое главное, потому они возвращают нас самим себе, потому что они синхронны к текущему состоянию. Чтобы люди не перепутали там это с какими-то видами гимнастики там. Там механические упражнения. А здесь синхронизирующие приемы. Вот это удивительная штука. Это как мама, я сказал, подбирает ритм ребенка. Чтобы ты сам себе подбирал именно те упражнения, как примерять туфли в магазине. Чтобы это было индивидуально для человека. Хватит нам уже ходить в чужих ботинках. Да. Ох, это для развития личности. Абсолютно. Как просто и так правильно? Хватит нам ходить в чужих ботинках. Найдите свою обувь, найдите для себя. Это так неудобно ходить в чужих ботинках. Лей Богу, ей Богу. Ну, когда ты снимаешь, почему она взлетела сразу? Потому что контраст был, да. Как говорят, что как сделать женщину счастливой? Надо просто, чтобы дать ей возможность, вечером снять туфли на высоченном каблуке. И пройти босиком. Поэтому эта штука в острых стрессах. Люди мне говорили, как вы им так помогаете? Как это может быть? Что простыми действиями человек снимает острейший стресс. Потому что нам казалось, чем сложнее проблема, тем сложнее решение. А на самом деле все решения по природе, они простые. Иначе мы не доросли до нашего человечества. Они простые, но чтобы их увидеть, надо преодолеть стресс стереотипов. Надо освободиться. А чтобы освободиться, надо снимать зажатость. Поэтому и наши вот калифеи, калифеи Станиславский, Демидов, Чехов, они на всему этому учили. Но мы же ничего этого не знаем. Вот вы про Марса сказали, что Марс должен человек иметь должную свободу на мышление. Да, и он говорил, да, свободное время. Нет, свободное, слова Маркса, это, в общем-то, я считаю, вообще вся суть его теории состоит в том, что вот это самое будущее время, которое, ну, назови коммунизм, как угодно, то есть благоденствие для общества. И какая главная ценность в этом обществе будет, говорит Маркс? Свободное время личности. Личное время. Да, его личное время. Поэтому ключ к себе, вот метод ключа дает человеку свободу личного времени, чтобы он мог правильно осмыслять процессы. Так вот, вопрос заключается в том, что Макса-то никто не читает. Никто. К сожалению. Он ругает сразу, еще не прочитает. Это у нас так привыкли. Да, так привыкли, так обучили. А еще человек должен научиться своим свободным временем управлять. Как это сомально себе на пользу. Поэтому, если человек любит свое дело, если человек любит свое дело, его не надо из-под палки. Он и сам сделает. Дайте ему только возможность. Он и сам сделает. Поэтому Эйнштейн говорил, я счастливый человек, потому что я могу бесплатно делать то, за что мне и платят. Он счастливый человек. Но при этом человек должен понять, какое у него найдено. А когда он снимает зажимы, он начинает прозревать. Вот прозревать. Он начинает понимать, к чему у него тяга, к чему у него талант. И как это достичь. И включить к получению того, чтобы это достичь. Он должен понять, к чему у него талант. К чему... Потому что мы все раздаемся с каким-то талантом. Психронно разговариваем. Я говорю то, что ты, и ты говоришь, что я. Ну я говорю с точки зрения актерской деятельности. А тут философ, а тут философ. Актерская деятельность. Хорошая гомбальная собралась. Философская, актерская. Философская, философская. Соединились и наши дети здесь. Но в принципе, это и есть культура. Это и есть. Мы модель человечества. Правильно? Настоящая культура. В настоящем смысле слова. Поэтому я надеюсь, люди, они все художники, они все писатели, они все музыканты, они все философы. Они завоюют себе личное время сейчас, снимая лишние стрессы. Завоюют. Сейчас, когда нет времени, они смогут завоевать. Пять минут в день сихрогимнастики по методу ключ. Чтобы стать свободным. Чтобы стать свободным. Кстати говоря, вы меня сегодня поразили вот этой цитатой Макса. Потому что мои труды, все написаны на этом, что человек должен иметь личное время, что все революции происходят, чтобы освободить человека от рабского, постоянно задействованного труда. И поэтому, когда говорят, что труд сделал из человека, из обезьяны человека, я где-то написал в книжке, что свободный труд сделал, творческий. Потому что нетворческий труд делает из человека обезьян. Вот. Правильно, да? Да, деградация. Слушайте, вот почему хорошо ты дружишь со своей подругой философом. Потому что мы добавляем друг друга. Мы сейчас взяли целостность. Так это же и есть целостность, когда эта часть, вот, да, как говорят, палец же, это часть руки. Да. Поэтому вот я этот палец обезьян. Это единство в многообразии. Да. Бывает единство в однообразии, да, в каком-то одной ноте, одном тоне. Многообразие дает целостность. Короче, Наталью надо почаще в Москву, из Италии. Из Италии. Выписывать. Выписывать. Почаще делать такие экспромты. А сейчас это все, но не страшно. Спасибо тебе, Вот ты приехал, ты меня сделала сегодня счастливым. Честное слово. Я тоже с вами счастлива. Вот самое главное, философ нам поставил философскую Философ поставил печать. Счастье, погнали. Нам не хватало, людям не хватало понимания, что личное время для человека необходимо, чтобы быть человеком разумным. Они думали, в личное время напился, и все, кофе было, но там притупился. В личное время как может быть с помощью сэдуксиана или там феназепама. Это именно с помощью только вот таких вот действий простых. Личное время только активно может быть. Активно. Личность активна, личность интересуется, личность свободна, личность парит. Ты философ с большим буквами. И поэтому это счастье. Да, поэтому мы тебя все благодарим, что ты философскую потворительную. Спасибо. Все, благодарим. Но, увы, есть время общественного транспорта. Когда ко мне теперь приедет? И понедельник. Я забыла. Все, который мчится. Мы завтра обязательно созваниваемся и закончим наш общий день. Я посмотрю какой палец. Мне мой друг Наум еще раз тысячу лет назад сказал, кто правый палец кладет внизу, у него импульс первичный к реакции на что-то идет от сердца. А кто кладет левый мизинец внизу, от ума. Серьезно? Поэтому, кто левый мизинец кладет внизу, при непроизвольности. Ну да, непроизвольности. Я замечал сам, что когда мы с ними разговариваем, с этими людьми, они одновременно и присутствуют в картине деятельности. И как бы смотрят со стороны. А те, которые правый мизинец, они присутствуют. Они сразу бросаются, как... Ну да, интересно. Мы с тобой одного повлияли. Одного повлияли. Это не значит, что сердце больше, любого больше. А ты у тебя повлияли, и у меня. Да, да, ни другого. Поэтому... Ну это и есть целостность, это... Когда вы вместе? Это вместе. Я же не сказала, мы с тобой это помним. Друга. Она на лево кладет, я на право. Вот мой друг Наум, он сейчас живет в Израиле давно, он физик. Он мне это сказал давно-давно. Это вообще божественная теория, потому что на самом деле я заметил, что это так и есть. Что если соединяются люди одинаковые, это не значит, что сердце больше или разума больше. Нет, это что первичнее, пусковой механизм. Когда одинакового полюса, они быстро сближаются, но им, если они будут вместе все время быть, без такого разбавления с противоположным, они начинают друг друга раздражать. Хотя мы все равно, что я сам с собой взаимодействую. Но у меня при этом, если мы вместе, начинает развиваться личностный диалог внутренний, саморазвитие идет. То есть, это плохо для реальной земной жизни, вместе нам быть, но это хорошо для нашего саморазвития. А вам хорошо быть, для земной жизни хорошо. вы там и дачу построите, автомобиль купите, новости. Построите, 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 потому что теперь мы заединились. Можно дом на колесах купить. Старковать, видом на их восьмом море, например. Дом на колесах это Настя хочет. Дом на колесах. Вот она хочет дом на колесах. Она хочет мирно, она же мобознательная. А вот, нужно послушать. А ведь это так хорошо. Я когда вижу ребенка, вот у моей внучки завтра день рождения, вот когда придет в сеться, она в четыре придет, вы ее тоже увидите. Но они только на часик приходят, я их вижу раз в месяц сейчас. Она, значит, тоже вот такая же, как ты, но она уже институт закончила. Ну, у меня и сын, и дочь, и все психологи, а я один врач-психолог. Вот, послушай, я когда вижу у ребенка глаза светятся от любознательности, я сразу вижу личность. Я просто когда один раз доклад на ученом совете Нездрава СССР читал, и там человек встал и сразу стал меня критиковать. Я ему сказал, ты не задал мне ни одного вопроса, ты не уточнил ни одного термина. Я такой молодой был, слушаю, такой молодой. Да, я его на место посадил. Я говорю, когда я вижу у ученого вместо вопросов сразу критику, значит, я не вижу, когда глаза светятся от любознательности, какой же это ученый. Вот поэтому она хочет доклад на колесах. Она хочет доклад на колесах. Временно, временно, чтобы обидеть. Временно, да, не на всю жизнь, но на какой-то период сейчас. Это очень важно. У меня есть еще одна такая фраза, что человек, которого ты полюбишь, и будешь с ним, как говорится, звезды в вас соединение, и будешь с ним счастлива, это не значит, что он родится на соседнем улице. Поэтому надо увидеть. давай на колесах. Мирно видеть. Это мирно. Ты понимаешь? Не спеши. Как говорят, можно обойти весь мир в поисках своего гуру, а гуру окажется, кажется, что он живет в соседнем с тобой доме. Когда ты вырос. Ну, такое вот тоже иногда бывает. Когда ученик готов, учиться, появится. Ну, да. Это гениальная фраза, но это действительно не будет. И ее надо понимать именно широко. да. Потому что есть еще психологическое наблюдение, задачу решает группа людей. Им время от времени подкидывают ответ. На разных стадиях решения задачи. И вот на первой стадии, когда они очень далеко от ответа, они отмахиваются. Потом по мере того, как приближаются, а потом уже почти приблизились, и тогда они раз этот ответ и получают. Да. Увидели. Поэтому людям сегодня, которые решают какие-то задачи, которые зажаты, зажаты. Вот мы им ответ подкидываем. Ребята, так можно просто раскрепощаться. Это так просто делается. Так просто это делается. И поскольку просто они отмахиваются. Они отмахиваются. Не может быть так просто. Не может потому что у них себя без труда вынешь рыбку из пруда. Он Ван Гог себе даже ухо отрезал. там нас отбивают от искусства, от культуры и так далее. Вы найдете свою деятельность соответствующую вам в этот момент. Кстати говоря, вот этот метод это модель любимого дела. Вы увидите. Там и раскрепощение происходит и все остальное. Я вас жду. Спасибо. и все остальное. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Так. любимого дела. Конечно. Потому что когда ты занят любимым делом, ты времени не замечаешь. У тебя вечность. Это время для размышлений. Ты занят любимым делом. Вот я говорил, что Аберта Крисли посуду мала и создавала свои шедевры. А Эйнштейн что делал? Знаешь? На скрипте играл. А да. А знаешь почему? Она посуду а он на скрипте играл. Каждый нашел любимое дело? Деятельность легко автоматизируемая снимает лишнее напряжение. Агата Крис сидела она легко выходила в ритм и освобождала мышление и размышляла у нее появлялся амогена. А он играл и, кстати говоря, музыцировал. Ну это если ты дашь новичку скрипку он не сможет перевести в автоматизацию. должен быть навык уже выработан. Навык конечно. А когда размышляет над чем-то ходит уже по комнате качает ногой пальцами стучит поэтому появились четки мантры много чего рок-н-ролл все снимают напряжение тащатся ну человек нам скажет слушай тебе скажут это обязательно да я когда танцую я снимаю напряжение ну носи с собой музыку танец трансплощадку в кармане у меня например прогулки какие-нибудь с музыкой идешь когда слушаешь музыку и куда-то идешь они очень помогают нас крючь помогает без танцплощадки без лыжной прогулки без вагон без массажа в любой точке времени и пространства быстро получать освобождение освобождение ума в чем разница а то он скажет да я это на курорте получал ну вози с собой курорт в кармане ну как ты можешь да возьми с вами курорт да это точно кстати многие очень опытные актеры я думаю что даже подсознательно они часто имеют какой-то маленький предмет в руке да 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 что-то особенно в важных сценах этот предмет вот так да 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 чем-то заняты руки да уходит напряжение вот в этот предмет а глаза работают особенно в важных сценах на крупных планах ну когда личность актер ну как взор я помню один фильм там разбор так сказать актерской деятельности я напоследок скажу и он там душил без демона душил без демона и снял и снял и все покрасили а руки не покрасили белые и вот тут такая дикость и все смотрят и он к этой сцене был перерыв сколько-то минут он слетал в гостиницу нашел белые перчатки надел да и вот когда он ушел без демона потом раз раз и снял а там черные короче говоря публика вся ему аплодировала что он нашелся нашелся и не испортил спектакль потому что он просто продемонстрировал что он был с перчаткой и он еще продемонстрировал что человек стоит выше всех обстоятельств вот это потрясающе они ему хлопали одновременно и как отел и как актера и как актера то есть настоящим актером ну что-то там такое было я не помню тонкость да да что-то такое был такой случай классический случай где-то был из известных актера что он забыл в начале спектакля загримировать руки потом вышел на сцену и обнаружил что у него белые руки и он потом в перерыве загримировал и одел перчатки а я еще смотрел почему по вороте поет очень хорошо почему другой хорошо а третий там кто-то другой какой-то я посмотрел почему молодец она освободилась я понял почему в повороте так хорошо почему кто-то другой похоже кто-то был зажар а в повороте был свободен в повороте был да он был действительно свободен он любил свободе то есть он вкладывал сердце он убил сердце в этот момент он ни о чем не думал вот опять это к тому же он ни о чем не думал вот мне сказали что когда у Марвен Бранту спросили как он так играет сцену как будто не играет как да что он для этого делает он говорит ничего вот это именно ни о чем не думает ничего но этому надо тренировать я просто присутствую здесь вот здесь да но у него вот как у Джека Николсона у кого-то есть от рождения вот такое качество так сказать ни о чем не думать ничего не делать в этот момент а другому надо тренироваться а другому надо помочь помочь потому что у него есть если его талант не соответствует деятельности ну потому что есть способности но тем не менее заплатить да они там у нас уже все побежали мы встречались завтра я только евро-1 понятно он не не